Мы часть из вас присутствовали сейчас на пленарном свидании и сегодня встреча с заместителем 50 правительства Российской Федерации Клабонином Александром Геннадьевичем, куратором всего минерального сырьевого комплекса в нашей стране. И вместе с Александром Геннадьевичем во встрече принимают участие первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Крамов Денис Геннадьевич. Заместитель министра образования и науки Российской Федерации Огородова Людмила Михайловна. Федеральный директор холдинга самого крупного в России геологического, Росгеологии, председатель Попечинского совета нашего университета, хорошо вам знакомый, фанул Роман Сергеевич. Регламент нашей встречи в форме вопросов и ответов. Поэтому прошу вас, не стесняйтесь, все, что у вас наболело, времени у нас немного, чтобы вы знали, потому что, к сожалению, большой махар, замечу, и коллеги не располагают большим количеством времени. Тем не менее, в пределах примерно 50 минут у нас есть такая возможность. Пожалуйста. Уже есть вопрос. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Зовут меня Устюжанин Кирилл. Я студент третьего курса Института геологии и минеральных ресурсов. Александр Геннадьевич, известно, что рыночная экономика невозможна, не может развиваться без малого бизнеса. И часто месторождения открывают не крупные компании, а небольшие коллективы геологов. И я, в свою очередь, когда покину наш замечательный вуз, со своими друзьями тоже планирую открыть какое-нибудь месторождение. И вопрос у меня такой. Какие у меня права на это месторождение будут в качестве первооткрывателя? И какие, на ваш взгляд, перспективы малого бизнеса в целом геолога развития? Спасибо. Хочется. Это многие волнуют, судя по всему. Я считаю, что это очень правильный вопрос. Я хочу сказать, что вы очень правильно сказали о том, что действительно в мире малый и средний бизнес действительно активно участвует в георазведке. Но это, конечно, в мире. А в России, к сожалению, малый и средний бизнес в георазведке также себя ощущает как и малый бизнес в другом сегменте российской экономики. У нас все находится под крупным бизнесом, а малый и средний бизнес, к сожалению, даже не последует по работе. Но это, если это лирика, задачи поставлены очень амбициозно в отношении развития малого и среднего бизнеса. Сегодня в министерстве прорабатываются различные предложения. Часть предложений уже поступили. В правительстве в виде законодательной инициативы мы сегодня говорим о георазведке. Мы сегодня говорим и о допуске представителя малого и среднего бизнеса к самой георазведке. И в случае, если это месторождение по категории, по МГ-3, будет, собственно говоря, разведано представителем малого и среднего бизнеса, то я думаю, что он будет заявительный принцип на дальнейшую разработку этого месторождения. То есть, по большому счету, вот такие нормативные акты мы сегодня готовим. И мы только что с ректором университета обсуждали. Мне кажется, что такие юниорские компании могут быть, и юниорские, и инновационные компании, могут создаваться самим в высшем учебном заведении. Вам не надо для этого, может быть, и в будущем самому бегать что-то. Здесь, как вы сегодня же, обучаясь в университете, должны иметь возможность участвовать активно в виде партнера или в виде, так сказать, участников таких компаний. Поэтому мы только стоим, честно могу сказать, в самом начале. Мы говорим о том, что государство должно поддерживать такого рода проекты. Мы обязательно будем закладывать в бюджете следующего года и последующих годов средства федерального бюджета на поддержку представители малого и среднего бизнеса в гелгоразведке. Поэтому дерзайте. Я думаю, что у вас все получится. Спасибо. Я хотел бы, уважаемые коллеги, всех еще проинформировать о том, что рядом с нами и вместе с нами находятся студенты нашего филиала Старо-Оскорского. И вот вы их в режиме здесь видите онлайн, можете наблюдать. Вот они там с нами вместе и тоже могут задавать вопросы. Я обращаюсь как раз сейчас и в том числе к нашим коллегам в Старом Оскоре. Пожалуйста, пожалуйста, еще вопросы. Здравствуйте, меня зовут Юлия Учин. Я приехала из Китая, города Сырани. Сейчас я аспитанка факультета международных отношений и экономико-правовых основ недоработывания. Воламия Аркесандра Геннадьевича, как вы считаете, что необходимо сделать на правительстве венному уловне для модернизации геологической отрасли? Спасибо. Необходимо сделать модернизацию. Но прежде всего мы находимся в самом начальном пути. Я сегодня вкратце на конференции рассказал о том, что мы в нашем государстве проходили разные эпохи, разные периоды. Если попытаться вам вкратце сказать, что вся мировая экономика, это три центра. Один центр – это Соединенные Штаты Америки, это где-то 360-400 миллионов рынок. Это Европа, 650 миллионов рынок. Это, собственно говоря, рынок Китая, который сегодня у нас самый динамично развивающийся, очень эффективный, мы все завидуем и по-хорошему завидуем, считаем Китайскую Народную Республику нашими партнерами, друзьями и во всех отношениях стараемся вместе с ними как-то сегодня сближаться в общих задачах и интересах. Советский Союз, я хочу напомнить, это было 500 миллионов населений. Советский Союз, страны Варшавского договора, это по большому страну третьего мира. И где мы на самом деле в России, в Советском Союзе, вы знаете, производили не 5 самолетов в год, а производили 300-400 самолетов в год. Мы строили автомобили, которые пользовались огромное количество государств. Мы с вами запускали спутники, космические корабли, которые были востребованы везде. Мы строили гидростанции, атомные станции, мы развивали наше военно-техническое сотрудничество. Когда произошел развал Советского Союза, у нас рынок скупожился до 140-150 миллионов. И, к сожалению, объемы производства и потребления очень сильно упали. И, по большому счету, этот вот кризис, он не мог не отразиться и на всех отраслях экономики, их операционных связях, и в том числе не мог не отразиться и на отрасли такой, как георазведка. Да, у нас богатые месторождения, твердых, полезных, ископаемых углеводородов. Мы имеем столько, чтобы себя там на 100-200 лет вперед прокормить. У нас, например, как я всегда говорю, запасы угля у нас с вами разведанных по категории, там самым большим, от 200 лет вперед, но куда еще копать угольные месторождения, что еще искать угольные месторождения, у нас выше крыши. Да, нам нравится заниматься углеводородами, потому что, ну, по большому счету, это сырьевая страна на сегодняшний день, и структура бюджета такова, что мы зависим от объемов добычи углеводородов. Я просто к чему-то говорю, что мы, к сожалению, очень много потеряли. То, что у нас осталось, и то, что нет у многих других стран, в том числе и у Китайской народной республики, это пока нет. Это школа, которая у нас есть, школа георазведок, которая сохранилась в виде известнейших наших профессоров, преподавателей, геологов, которые до сих пор при этом будут делать. И вот это мы имеем. У нас по количеству разработок, скажем, которые можно было бы внедрить на сегодняшний день в промышленную георазведку и так далее, мы превышаем, наверное, любую страну в мире. Что нам не хватает? Это, собственно, большая электронная база, нам не хватает на сегодняшний день технологического перевооружения, нам не хватает компонентной базы, нам не хватает харба, даже и софт иногда у нас, так сказать, еще мы вынуждены импортировать и закупать. Это проблема. Как теперь сделать так, чтобы это быстрыми темпами двигаться вперед, это задача правительства. Такая задача, то есть, не очень непроста. Да, кто-то называет это красивым словом импортозамещение, так сказать. Но, знаете, когда мы работаем или живем в глобальном мире, я не совсем уверен, что я завтра должен в обязательном порядке изобрести современный холодильник отечественного производства. Но зачем? Наверное, мы понимаем, что здесь Корея, Япония, в регистрах, которые это производят. Да, я не уверен, что мы, так сказать, должны сегодня там вот конкурировать, если сможем конкурировать так активно в автомобиле строить. Ну, зачем? Сегодня вот такой рынок уже существует, такое предложение, что можем моделизацией заниматься, и все это произойдет. Но есть вещи, в которых мы номер один в России, начиная от космоса, и я вам честно могу сказать, и заканчивая это, не обе разведки. Я сегодня, как бы, считаю, что мы должны сегодня заниматься, скажем, покупкой и трансфером технологий. Мы сегодня в состоянии, как бы, работать с крупными зарубежными партнерами вместе с ними, как раз именно базу компонентов на техническую разработку цены. Под это средства уделяются. Такая основная задача, что это Росгидиология, крупнейшая компания. Кстати, в Китае такие же аналоги, такой же компания, как Росгидиология существует. Как правило, это базовая компания, на которой отриляется государство с точки развития именно технологических направлений. Поэтому я думаю, что вот эта задача, которую поставили, мы будем реализовывать сильными шагами. Поэтому нечего вам делать в Китае. Приезжайте к нам работать у нас. Спасибо. Единственное, хочу сейчас поблагодарить Люцина за вопрос. И плюс, рассказать, что она нацелена на то, чтобы здесь и докторскую диссертацию потом защитить. Сейчас она будет защищать кандидатскую. Мы недавно подписали такое соглашение с Чиньянским университетом по созданию института совместного российско-китайского в области рационального недропользования. И вот одним из участников этого подписания была Люцина, что вот у нее достаточно такая активная жизненная позиция, и мобилизовала она и ректора своего, который к нам от в июле собирается приехать на Дзян. То есть этот человек наш по-настоящему. И тема диссертации у нее еще связана с российско-китайскими совместными разработками в области недропользования. Константин Семенович попросил, что ребята наши китайскому языку уже учат. И сайт сейчас будет вести на китайском языке. Правильно? Да. Ну вот, поясница, все вышло китайский. Прошу. Вопросы. Пожалуйста. Микрофон. Здравствуйте. Студентка второго курса факультета геоэкологии и географии. Горьева Млада. В современном мире большое внимание уделяется развитие альтернативных источников энергии. Естественно, что они обладают более высокой экологической безопасностью. Планируется ли развитие данных источников энергии в нашей стране, и можем ли мы, студенты нашего факультета, поучаствовать в этом? Спасибо. Безусловно, планируется, и это отдельное направление. Я даже боялся, чтобы сказать, что у нас в России уже есть такие экспериментальные площадки. У нас есть площадки по геодермальным источникам, есть площадки по альтернативной солнечной энергетике, есть площадки газные, просто не помню места, где-то на Бакуриевых находится, однако находится, есть и на Северном Кавказе, еще где-то есть, да. Вся проблема заключается в том, что он, конечно, экологически чистый источник энергии. Проблема тоже очень дорогой. Он очень дорогой. И на первом этапе, на самом деле, в Европе, в Германии, там точно, я знаю, например, опыт, это очень сильно датируется или субсидируется из федерального бюджета, такой источник электроэнергии. Плюс есть очень большое количество проблем, связанных с накоплением и распределением этой энергии. Вы можете его получать, просто пока непонятно, кому его продавать. Поэтому задача сложная, непростая. Я даже могу сказать, что мы в Красноярске создавали экспериментальную площадку на Красноярске 26, когда вот эти вот делали сами эти пластины для солнечных батареи, целый завод сделали вместе с усадком по производству. Но, к сожалению, еще раз повторяю, пока что это очень дорого. Я думаю, что без этого мы не денемся. И вы абсолютно правы, что экологическая тема сегодня выходит на первое место. И мы так или иначе, вот посмотрите, если даже в углеводородах, в бензине и во всем у нас начинает расти стандарт евро-5, мы приходим на более экологически чистые продукты, рано или поздно мы придем в обязательном порядке в этом направлении, будем двигаться. Поэтому, если сейчас, может быть, вам покажется, что этого мало, и негде иметь практику и опыта, то, поверьте, я думаю, что перспектива 4-5 лет. И мы будем потихонечку как раз наращивать объем альтернативной энергетики. И в обязательном порядке произойдет. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Смелее. Пожалуйста. У нас девушки, видите, мы так говорили, что сейчас девушки, потом мальчики будут. Здравствуйте. Морозова Ирина, гидрогеологический факультет. Уважаемый Александр Геннадьевич, меня, как и остальных студентов нашего вуза, волнует вопрос дальнейшего предоустройства. Раньше существовала система распределения. Сейчас же выпускникам самим приходится искать для местной работы. Планируется ли в дальнейшем система распределения? Спасибо. А вы когда, просто вопрос у меня для понимания, вы когда выбирали профессию, куда идти, вы понимали, что с вами произойдет через 5 лет, когда закончите учебу, насколько у вас требована ваша профессия? То есть вы же меня не спрашивали, как у государства туда пойти? Я считаю, что я правильно выбрала профессию. Ну, значит, вы знаете, куда вы же пойти учить и работать? Вот интересно, вы знаете, вот папа с мамой подойдет к дому, к корову, все, что у них есть в последнем деревне, я сейчас не про вас вообще, и, собственно говоря, любыми способами своего ребенка запихивают в высшую учебную заведение, в которое родители считают нужным. Ну, по конкурсу прошли, хорошо отучились, так далее, а дальше приходят государства, но и что нам теперь делать? Как раз протесты не востребованы, мне не нужно вообще, никуда мне на работу не берет, никому я не нужна. Ребята, мы немножко должны как-то, ну, перефокусироваться, что-нибудь, вот все-таки живете уже в 21 веке. Я принципиальным соображением считаю, что система распределения, студент-катастрофа для вас, прежде всего, и уничтожение вашей свободы, и уничтожение вообще вашего, любого там, ну, что они доверяют. Вы написали, что произойдет, если государство придет в обратной системе распределения. Вы уверены, что вы, например, не попадете в, не знаю, туда-куда не хотите, куда не хотите, что вы не попадете там, вы им душите, например, работу. Ну, для этого надо попробовать, знаю, мастер-катастрофа. Нет, я имею в виду, что мы не попадете там в сельскую школу преподавать, когда даже закончил вуз. Немножко поработать там, когда, ну, отчего, там просто придет. Когда за вас государство будет решать, куда вам пойти, что вам делать. Вот у меня, например, отец Царства Небесного, он закончил военный институт, он в обязательном порядке, потому что в дальнейшую карьеру мы тут устроим, попал преподавателем в дагестанскую сельскую школу, в Кумухе. Это, так сказать, в России, вовремя, где находится, в горах. Три года отработал там в дагестанской сельской школе, потом опять вернулся. Ребят, у вас все есть возможность. А если вам через два года после поступления, например, не нравится учиться, или вы хотите быть художником, или вы хотите, например, какую-то профессию дизайнером быть, ну, ну, не понравилась вам специальность, вам просто скажет, нет, у меня пять лет от сиденья, потом три года от работы, потом свободно, ты хочешь, там, буду делать. Это первое. Второе, что я хочу сказать, поэтому позиции государства, я думаю, что, ну, надо спросить у Министерства образования, у моих коллег, я думаю, что в ближайшее время гарантированное распределение такой вещи не будет. А что будет? Я думаю, что сегодня, когда мы должны абсолютно, без разницы, по-моему, стопки и протоколы, сегодня мы должны вообще принципиально эти вещи посмотреть по-другому. Вот мы говорим о том, что через какой-то период времени мы планируем развивать вот такие технологические процессы. Мы должны посмотреть о том, вот, к примеру, сегодня есть Росгеология. Вот Росгеология говорит, ребята, вот смотрите, я чем сегодня буду заниматься. Я буду сегодня заниматься венчурным проектом. Я сегодня пойду в абсолютно там чистое поле, это функция государства. Росгеология говорит, ребята, я буду сегодня заниматься, стоять кораблей от 3D-сейсмики, от 4D-сейсмики, как бы, и модернизировать парк 2D-сейсмики. Мы сегодня будем вместе с крупными корпорациями и компаниями создавать кулигоны технологические для того, чтобы учиться или отрабатывать новые современные технологии по трудноизвлекаемым запасам, по твердым и по углеводородам. Мне нужны специалисты в таком уровне. Сегодня впервые за всю историю, вы вдумайтесь, в России поменялся рынок, я сейчас так и говорил. Если еще два года назад у нас был рынок работодателя, это означало, что сидел такой олигарх или там рубль крупного предприятия, и говорил, хочу, не хочу, выбирал, собственно говоря, а давайте-ка из-за границы что-то привезу, а давайте откуда привезу, специалисты мне это лучше. Сегодня картинка поменялась впервые за всю историю в России, сегодня это рынок высоко квалифицированных рабочих, то есть высоко квалифицированных рабочих сил. Отсюда вывод, это сегодня работодатели беглые по высшим учебным заведениям, по другим компаниям и ищут высоко квалифицированных рабочих, потому что дефицит страшный. Весь вопрос, что сегодня мы, государство, промышленные предприятия, само высшее учебное заведение сделает для того, чтобы вы стали именно тем высоко квалифицированным специалистом, который был бы востребован завтра на рынке. Мы о том, буквально сейчас час разговаривали с ректором университета, и у нас все для этого возможности есть. Мы говорим о том, что вы сегодня уже в институте, в университете должны создавать не просто инновационные площадки, вы сегодня в институте должны создавать не просто экспериментальные площадки, вы должны создавать действующие площадки. Мы сегодня должны в институте вам дать возможность, Потому что ребятам с третьего курса на сегодняшний день уже практику проходить и работать, и зарабатывать, и сказать, на действующих малых предприятиях, которые работают в области круга, разведки, добычи и так далее. Это дает вам возможность не просить спрашивать, почему меня без практики не берут, а показать, что вы уже специалист, который обладает компетенцией. Тогда, безусловно, вас будет расхватывать на право налет. Да, сегодня, к сожалению, мы еще в российской системе образования до конца не перестраивались, у нас очень много для этого делается. И с теми образования мы как ему идем. Поверьте, ваш главный партнер сегодня – это Министерство природных ресурсов и, собственно, Росгеология. Мы готовы вот здесь вместе с вашим возрастом разворачивать именно эти площадки с самыми современными технологиями, чтобы проходили практику. Поэтому вот, а ваша задача, ну, если хотите, как банально не звучит, хорошо учиться и быть достойным этой квалификации, высоко квалифицированному рабочему, профессионалам в своем деле, достаточно глубоко изучать. Это непросто, это сложно. Поэтому давайте совместим наши усилия и абсолютно убежден, что у нас все получится в ближайшее время. Пожалуйста, еще вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Шеломенцева Эльвира. Я студентка третьего курса Института современных технологий и геологической разведки горного и нефтегазового дела. Мой вопрос касается практики. Все студенты нашего университета проходят производственную практику. Предприятия оплачивают проживание, проезд до места практики и обратно, но не все предприятия могут выплачивать заработную плату. Как нужно решить этот вопрос? Спасибо. Создать профсоюз, выйти на митинг, забить два дома. Публиковать в СМИ и про это предприятие. На самом деле это неправильно. Любое предприятие, где вы проходите производственную практику, обязан кладить вам заработную плату. Поэтому если, давайте, я шучу, на счет голодовки, только попробуйте. Я всегда никакого, любой кипиш, кроме голодовки, поэтому вот такого не надо. Но если есть факт, который мы узнаем о том, что предприятие, на котором вы проходите практику, не выплачет вам заработную плату, то давайте нам информацию, мы в обязательном порядке будем с этим разбираться. Это нарушение. С другой стороны, здесь, когда, так сказать, вас заставляют выполнять, на самом деле, квалифицированную работу, а оформляют на очень низкооплачиваемую работу, потому что, ну, а не потому, что у вас нет квалификации, потому что вы должны пройти определенные требования. И иногда, поскольку вы не можете пройти эти требования, вас работают даже технически, или, может быть, физически оформить на эту работу, чтобы вам платить такую заодно, вы ее выполняете при этом, да? Это тоже система вашего договоренности с работодателем. Но, еще раз говорю, что я все-таки считаю, что в УЗИ вы больше всех не должны учиться. Хотя практика нужна. Еще раз, образование, это самое главное, что вы должны получать. А можно еще раз? Можно. Можно. Ну, например, мы прошли практику, нам выплатили какую-то заработную плату, но все равно, когда студенты обучаются, они иногда ищут место для подработки. И тем самым получается так, что на учебу приходится, ну, немного... Забрасывать. 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 Еще сложнее, да, и смешно мне звучат, как девушка. Я, если честно, хочу вопрос. Вы право считаете, что все студенты уже были студентами? Вы право считаете, что все студенты подорабатывают? Я сто процентов вам говорю, что надо выходить в золотую середину. Первое. Поставьте перед собой задачу. Что для вас есть приоритет? Деньги или, собственно говоря, образование. Если вы в состоянии, собственно говоря, хорошо учиться, но при этом в ночную смену еще вкалывать или что-то делать, а иногда на самом деле прогулять лекцию, потому что как вам сосед напишет эту лекцию, он потом передал. В чем подсказывать? Работать. Я ничего в этом, собственно, зазорный. И почему обязательно по профессии работаю? Вот я, например, с олигархом Прохоровым, если, знаете, такого большого, мы с ним разгружали оконные рамы, мы с ним по большому счету грузили мясо, мы с ним цемент разгружали, потом дерево разгружали. Мы все студентами подрабатывали. Больше не любил оконные рамы. Он два метра, а они, так сказать, два на два рамы. Он берет раму, поднимает, говорит, принесет. А я с какой стороны не подойду, все равно она по земле тащится. И вот мне единственное, что я не любил. Все остальное, я совсем справлялся. Поэтому ничего в этом постыдного нет. Это нормальная практика. Если вам хочется или вам не хватает на что-то, хотя вы должны получать минимальную стипендию, если вы хорошо учитесь, которая позволяла вам как минимум, как сказать, питаться, но если вы, конечно, на дискотеке успеете сходить, если вы хотите еще профессорации в клубах, ну, наверное, для этого придется подработать, либо просить у мамы, либо занять у друзей. Я не знаю, но, ребят, еще раз, в университете учебе для вас ключевая история, когда образовая все остальное, насколько у вас хватает сил, мозгов, умения и так далее. Другого нет. Спасибо. Как-то вы наполовину удовлетворены ответом по поводу подработок. Ну, что делать? На самом-то деле вы все это проходили. Те, кто сейчас руководят университетом, мы все подрабатывали. Потому что я знаю, что в нашем университете есть такая практика, и вы с ней сталкиваетесь, когда мы доплачиваем стипендии по 10 тысяч, по 15 активов. Значит, основная стипендия, ну, такая, которая предусмотрена государством, мы ее выполняем, эти требования. Конечно, этого мало. Конечно, мало. Поэтому я тут абсолютно хочу поддержать и сказать спасибо, Александр Иванович, за собственный опыт. У нас у всех разный. Вот, ну, видите, даже олигархи вот начинаются. Вы ничего, это прекрасно. Даже в милых амб. Если позволите, Василий Иванович, я бы тоже хотела присоединиться к ответу. Да, конечно, это не новость, что студенты подрабатывают во всех странах. Уровень требований вашей аттестации, конечно, все равно вы должны пройти и доказать, что вы получаете диплом на основании освоенных знаний и компетенций и навыков. Но, что бы хотелось сказать, вот мы сегодня пытаемся вам рассказывать о современных траекториях трудоустройства, о современных траекториях образования и также о современных траекториях вот этого поиска заработка, своего места и обеспечения качества жизни своей в любой период. Вот если мы говорим о трудоустройстве, будет ли у нас распределение? Ну, распределение сегодня по Конституции это все-таки некоторое нарушение прав человека, обязать его поедать куда-то. Представьте, что у вас семья, муж остался в одном регионе, вы в другом регионе. Это очень сложная задача, особенно для девушки. Мы должны ориентироваться на семью. Ну, так вот уже с ребенком. И поэтому траектория распределения, она сегодня заменяется другой квалификационной траекторией. Что происходит на рынке труда? У нас дефицит как раз людей с дипломами современных профессий. Вот если мы посмотрим на рынок труда, кто сегодня требуется? Требуется вот экономист правовых основ недропользования. Это очень редкая сегодня профессия. Таких нет специалистов, они требуются на рынке труда и их ищут. Требуются биотехнологи во всех отраслях. Лесопатологии, то есть лесное хозяйство, морское хозяйство, морские там аквакультуры, нет специалистов. Медицина, персонализированная медицина, геномная медицина, нет специалистов. У нас даже биотехнологов. У нас всего два предприятия в России, биотехнологических областей фармацевтики. В то время как весь мир развивает экономику именно этими профессиями. О чем я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что развитие технологий происходит такими быстрыми темпами в отраслях, что мы, система образования государственной, не будем успевать готовить специалистов в жизненный цикл подготовки, которых составляет пять лет. Поэтому есть понятие бакалавриата или специалитета как базовой подготовки, где вы получаете тот достаточную платформу знаний и навыков, которая позволит вам потом или путем магистратуры, или путем дополнительных сертификатов и дипломов все время идти вот в эту вот среду, где вы будете востребованы. И эту востребованность вы определяете сами. Вот как Александр Геннадьевич сказал, надо, конечно, немножко смотреть за рынком, за востребованностью, за перспективными технологиями, по которым сегодня будет формироваться спрос. И поэтому во всем мире сегодня есть такое понимание непрерывного образования. Это связано именно с этим. Если вы хотите всегда иметь работу высокооплачиванную, престижную, которая позволит вашей семье жить, развиваться, давать профессию вашим детям, лечиться в хороших учреждениях, вы должны будете следить за тем, где эти ниши, какие вам нужны дополнительные сертификаты и дипломы для этого, и всегда их дополнительно получать. Вот это вы видите невозможно. Вот такова современная траектория применения наших дипломов и знаний. То есть это обоюдный процесс. И мы, и государство. Государство открывает ниши с высокооплачиваемыми рабочими местами. А мы видим эти ниши, получаем дополнительное образование и идем туда. И что касается вот дополнительного подработки во время учебы. Это точно так же. Современные траектории в мире сложились. В мире вокруг ВУЗа формируется большое количество стартапов. Это, собственно, малые предприятия, в которых студенты коммерциализуют технологии, которые они создают. Все образование, серьезное, качественное образование, оно сегодня развивается на базе исследований и разработок. ВУЗ, который не имеет этой инфраструктуры, вот как у вас научно-образовательные центры, лаборатории научные, ну, вот такие малые предприятия, которые работают в вашем ВУЗе уже. Во всех мировых лидирующих ВУЗах в этих предприятиях работают студенты. Потому что это дешевая рабочая сила. Но поработав в них, студенты открывают свои предприятия. И сегодня государство очень много делает для этого. Вот только недавно прошел госсовет, где говорили о самозанятости и о том, что для того, чтобы начинать одному человеку свое дело, достаточно будет покупать патенты. И надо регистрировать юрлицо и так далее. То есть бюрократические вот эти все барьеры, они сейчас государство их будет снижать. Но вы должны это видеть, вы должны выходить сюда. С другой стороны, Министерство образования и науки сегодня меняет политику вовлечения прав на интеллектуальную собственность в рынок. О чем я говорю? Я говорю о том, что если еще пять лет назад, если вы по научному гранту выполняли какую-то разработку, то разработка принадлежала министерству, ну то есть государству, и вы не могли использовать свой интеллектуальный потенциал, чтобы пойти открыть по этой разработке предприятие и начать какие-то деньги зарабатывать сами, бизнес свой, то сегодня все как раз наоборот. Сегодня в результате реализации научного проекта интеллектуальная собственность принадлежит разработчику. И даже более того, если вы в течение 24 месяцев не внедряете свою интеллектуальную собственность, не коммерциализуете, не открываете малое предприятие, то государство, вы находитесь в открытом поле, это уже все федеральный ресурс, который информационный, и государство может передать права на интеллектуальную собственность тому, кто принесет программу внедрения интеллектуальной собственности. Я хочу сказать, что государство делает все для того, чтобы показать вам, что надо свой интеллектуальный потенциал коммерциализировать. Нужно на это идти, не надо этого бояться. Открыли предприятие, закрыли предприятие, следующее откройте, у нас должен быть класс собственников интеллектуальных прав. Это и есть высокооплачиваемое рабочее место. Поиск другого рабочего места, с низкой квалификацией, с низкой оплатой, это, конечно, возможно. Первый, второй курс, но третий, четвертый курс надо уже определяться в этом смысле. А задача ВУЗа и задача команды ВУЗа и ректората как раз обеспечивать вам такие возможности. И вы можете эти свои вопросы, пожелания, потребности транслировать через ваши деканаты, через ректораты, через любых официальных лиц, которые здесь есть. Вот этот процесс не может государство развивать без вашего участия. Но это самое интересное, что только может быть в молодости. Своё дело, попробовать свои силы, и вы заканчиваете университет с навыками предпринимателей. И уже и руководители, и организаторы, и всё вот это вот уже попробовали. И самое главное, вы при этом не боитесь бюрократии, вот этих бюрократических барьеров. Спасибо. Пожалуйста, вопросы, Александр Янович. Не вижу. Людмила Михайловна так хорошо развернул ответ на этот вопрос, что мне кажется, сейчас его надо ещё осмыслить какой-то. Пожалуйста. До этого там молодой человек пытался руку поднять. Георго-разведочную отрасль. Меня как студента будущего выпускника ГРГРУ беспокоит текущее и будущее положение дел в ней. Как вы можете оценить нынешнее состояние георго-разведочной отрасли и какими вы видите перспективы её развития? Ну, частично вы на этот вопрос уже отвечали. Спасибо. Что вы ждёте во второй части? Просто в первой части вы попытались сказать о том, что мы безусловно этим занимаемся. Безусловно, определяются значительные ресурсы на этом. Мы говорили, в каких направлениях, где нам требуется в следующем день импортозамещение, где нам требуются сегодня специалисты. Я просто нового вам ещё не добавлю, поздравляю с тем, что я уже сказал. Тогда такой вопрос. Сейчас, ну, уже достаточно давно, экономика России завязана на минерально-средовом комплексе. Как вы считаете, вообще, как долго экономика будет основываться на нём? И есть ли какие-либо перспективы, может, развитие нашей экономики, связанные с другими отраслями? Нет, наоборот, экономисты, я скажу, что ничего плохого, потому что экономика базируется на сырьевом ресурсе. И ничего тут плохого нет. Это вот абсолютный стереотип по поводу того, что у нас большие доходы бюджета получаем от лифтедолларов, от этого катастрофы для нашей страны. И да, в другом, как мы трансформировали те доходы, которые получаем от нефтегазовых комплексов, и как мы используем эти доходы для того, чтобы развивать высокие технологии у нас в стране, для того, чтобы в том числе и воспроизводить ту же минеральную сырьевую базу. Если мы получили сверхдоходы от нефти и газа, и просто взяли их, распределили между жителями социальной инфраструктуры, вы понимаете, что это расходы, которые не добавили ничего, а наоборот, только, собственно говоря, привели к тому, что у нас производительство трудового плана. И ситуация от этого не улучшается. А если вы эти ресурсы направили значительной части на модернизацию собственной экономики, в том числе и геологи, разведки, о чем мы с вами говорим, это означает, что завтра вы самые трудноизвлекаемые запасы будете доставать в рынке. То есть они для вас будут рыночные по стоимости, и будете обладать такими несметными богатствами, которые вы, собственно говоря, сможете опередить и тех наших конкурентов на Ближнем Востоке, или в Соединенных Штатах по этим ресурсам, по этому сырью. Поэтому вопрос, единственный, который можно задавать на следующий день, это все-таки какова политика расходования этих нефтегазовых доходов. Ну, а дальше это приоритеты, которые государство перед собой выстраивает. К сожалению, кризис, вы должны понимать, он не только российский, кризис принял масштаб мирового кризиса. По-разному есть оценка экспертов длительности этого кризиса, где-то один из самых крупных и самых больших за всю историю мировой экономики. Самый большой кризис был до этого момента 8 лет. Вы посчитайте, с 8-го года, 16-й год был диапазон, минимум диапазон, который нас ждет по кризису. Дальше будет развиваться ситуация, трудно предсказать, но, скажем, Китай на сегодняшний день выходит достаточно динамично, значительно с ростом экономики. Штаты с ростом экономики дают основание говорить о том, что через такой период времени, действительно, как к 16-му году, общий кризис будет выведен, ну, как мы выйдем из этой нижней стали. С другой стороны, мы говорим о том, что против России используют абсолютно новые инструменты давления. Такие инструменты, как инструменты мягкой силы, что мы называем подсанкциями, где сегодня мы попадаемся в эту ловушку за импорт в зависимости от всех тех вещей, которые я сказал. В мозгах у нас все есть, на бумагах у нас все есть, на чертежах у нас все есть, но, как всегда, мы ничего собрать не можем. Да, вот теперь наша задача, это все научиться собирать качественно, быстро и эффективно. Поэтому, знаете, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому, вот если бы этого кризиса не было, то я бы, наконец, желал бы, чтобы он, можно, быстрее наступил, но тут же все начинаем включать голову, начинаем думать о том, как нам быстро, мы будем это сделать, поверьте, те задачи, которые проект наметил по антикризисным миром, они все будут решены. Я абсолютно убежден, что мы действительно очень быстро из этой ситуации вывернемся, и это не те угрозы, которые нас сегодня пугают с точки зрения международных стран. Поэтому не надо бояться зависимости России от Сырины. Еще раз говорю, это неплохо, это хорошо. Ну, а вот характер наш, мы такие бедные, потому что мы богатые, это наш такой характер, да. Ну, такие. Спасибо. С сожалению, уважаемые студенты, преподаватели, наши коллеги в Старом Осколе. Время Александра Яновича ограничено, и вот сейчас уже 20 минут четвертого по времени. Мы вынуждены заканчивать. Когда я две минуты расскажу, значит, я просто, прочитайте, как мы обращали к вам. Молодой, красивый, интересный, сильный, прогрессивный, а Гил еще и романтик, он еще и отвязан, но право романтиком. Значит, я как присутствовал на очень интересной лекции двух шведских профессоров. Вот они затеяли такую идею о том, чтобы 21 век, о том, что такой креатив, о том, каким образом можно сегодня что-то добиваться, достигать. Ну, мне очень понравилась эта лекция, как я уже, так сказать, был на ней в возрасте 35-36 лет, не помню где-то, ну, два таких очень интересных мужчин, один сидит на столе, другой сидит на стуле около стола, и вот они, как бы, так сидят студенты, они просто разговаривают между собой в зал. Я вкратце, конечно, лекцию трудно описать, и в 40 минут ее передавать, но очень коротко, один другому говорит, слушай, он говорит, вот, ты можешь себе представить, что, ну, условно, итальянец переехал во Францию и стал французом? Вот, да никак в жизни. А ты можешь себе представить, что, условно, там, немец переехал в Испанию и стал испанцем? Никогда, жизнь. А ты можешь себе представить, что все они вместе собрались, переехали в Америку и стали американцами? Говорит, да. Интересная история, да? Наверное, потому что американцы создадут такую среду, при которой, неважно, какой-то национальность, вероисповедания, важно то, собственно, что ты, насколько ты полезен, насколько интересен для Америки. Он говорит, здорово. А я тебе другой, например, приду из другой выбора. Давай. Он говорит, ты можешь себе представить, вот, точнее, так, раньше существовали такие монополии, Крайстер, Ока-Кола, Нокер. Он говорит, ты можешь себе представить сегодня, что такое монополия? Эти монополии держались по 15 лет. Вот они произвели продукцию, вот они, да и продукции, как монопольный рынок, занимают 13 лет. Ну, ты можешь себе представить, что сегодня, ну, условно, BMW произвела какой-то концепт-кар, и тут же на следующий день не вышел концепт-кар, условно, Mercedes или Audi. А вы можете представить, что там, ну, не Nokia, но, там, Apple какой-нибудь сделал смартфон, и тут же, как бы, на следующий день не появился там смартфон Samsung или кого-то еще. Не могу. Вот представляешь, если раньше, говорит, монополии существовали по 10-15 лет, то сегодня так широко, так далеко шапнули технологии, что ни одна монополия не существует больше, там, месяца или нескольких недель. Он крутый, что будем со всем этим делать? Он говорит, отсюда самое главное, что сегодня, если раньше все крупные корпорации, компании в мире искали, условно, людей, так называемых, менеджеров, которые могли бы заниматься тем, что могли бы, собственно, оптимизировать расходы, повышать капитализацию компании, там, прекрасно разбирались, там, в системе управления компанией. Но сегодня, вот они уже не нужны. Сегодня, как никогда, все компании находятся в страшном поиске креативных интересных людей. А что креативные люди? Креативные люди, которые генерируют идеи. Вот люди, которые в состоянии с определенной очередностью, периодичностью, точнее, генерируют какие-то качества, новые современные идеи. Новые идеи, и, говорит, и где их найти, где… А вот это, как называется, креативная фигура, он говорит, а откуда он появляется, где он бывает? Вот ответ, ребята, звучит по-простою. Креативно может быть тот человек, который любит, вот человек, который находится в процессе любви, который, при этом все светло, он является креативным. Я не буду продолжать лекцию. Вторая часть лекции, она немножко… Я с ней не согласен, потому что они считают, что там креативный человек – это люди, которые, так сказать, в традиционной ориентации, это уже дальше они ушли. Что ищите клуб «Жиданка». Ну, здесь у меня спорный вопрос. Но суть этой всей истории, я хочу всем вам пожелать жить в любви, я хочу пожелать, что вам было жить интересно, чтобы вокруг вас были только интересные люди, и чтобы вы были действительно креативными. Спасибо вам большое, успехов вам. Спасибо. Спасибо.